Полис об обязательном страховании автомобиля, страховка от несчастного случая, диагностическая карта. Акция 3 в 1, удобно, не правда ли? Заплатил и ездишь себе спокойно. И техосмотр проходить не обязательно, документы-то на руках уже. Вот только что делать, если позаботился о машине заранее и самостоятельно прошел диагностику. Тогда в страховой начинают отказывать не только в оформлении этой самой карты, но и полностью предоставлять свои услуги. Виктор Кудрявцев искать другую страховую компанию не стал, но и документы подписывать отказался. Никакие возмущения, значит, Росгостраха не принимались, они сказали, вы не первый, вы не последний, жалуйтесь куда хотите, это уже пройденный этап, что ничего им не будет. То есть это установленный у них порядок, и он постоянно действует и будет действовать в таком виде. Если автолюбитель все же соберется ехать на диагностику, за которую он уже заплатил, придется преодолеть расстояние от Дзержинска до Павлова. Ведь у страховой компании договор заключен именно с павловским предпринимателем. У Николая Стасеева ситуация похожа, только происходила она в блохне. Автолюбитель тоже заплатил за техосмотр отдельно, ему также предложили обратиться в другую страховую. Потом согласились оформить и без карты, но со страхованием от несчастного случая. Этот вариант Николая тоже не устроил. Тогда, как он говорит, его вытолкнули за дверь. Я попросил его давать, я оплачу, так как полис у меня на руках, дополнительно мне ничего не надо, не будем задерживать ни мое, ни ваше время. Оплачу этот полис за 2 576 рублей. На что сказали, ваши деньги не нужны, вы метайтесь отсюда, уходи и все. Я ушел домой. Через полчаса звонок с милиции был, то что на меня подано заявление, якобы я скрал у них полис и убежал. Полис автолюбителя платил, вот только действительным он не считается. Страховая не заносит в базу его данных. Поэтому сейчас Николаеву приходится пользоваться общественным транспортом. Таких историй с ноября прошлого года в Нижегородское отделение антимонопольной службы поступило более 50. Все они одинаковые. Посмотрев эти жалобы, пришли к мнению, что содержится признаки нарушения закона защиты конкуренции. Это именно 11 статьи данного закона, в связи с чем было возбуждено дело. И сейчас находится в тадии рассмотрения. Вынести решение у комиссии так и не получается. Не хватает ряда сведений от ответчиков. Например, количество реальных техосмотров, которые они провели за это время. Причем сами предприниматели на заседании комиссии так и не появились. Если документы они предоставят, их присутствие будет необязательно. Следующее заседание состоится 1 июля.